В этом уроке я расскажу об объектах окружения, а именно об источниках света. Поехали! В Cinema 4D существуют объекты, которые позволяют имитировать источники света. На самом деле таких объектов и типов источников света в синеме полно. Это и глобальное освещение, и объекты имитирующие свет, они могут быть абсолютно любой формы, и базовые источники света, и бесконечные источники света. Я же расскажу о самом главном и самом базовом источнике света. Конечно же, каждый источник света мы разобрали в суперкурсе по Cinema 4D, ну а здесь мы затронем самый базовый источник света. Окей. Для начала кинем в проект куб и изменим его настройки так, чтобы он превратился в пол. Переходим в верхнюю панель инструментов, зажимаем левую кнопку мыши и выбираем объект куб. Супер! Далее в настройках нашего объекта куб задаем следующие настройки. Размер по высоте мы меняем до 10. Размер по X и по Z мы меняем до 1000. Замечательно. Теперь поместим в наш проект объект примитив сфера. Переходим в верхнюю панель инструментов, в под объектах примитива мы находим сфера. Замечательно. Давайте поднимем ее чуть выше с помощью элементов перемещения нашего объекта сферы, и потянем за зелененькую ось Y, зажав левую кнопку мыши чуть вверх. Замечательно. Больше мы ее трогать не будем. Окей. В атрибутах нашего объекта сферы, я думаю, мы уменьшим ее радиус до 70 сантиметров. И также чуть опустим ее вниз. Великолепно. Настало время света. Базовые источники света хранятся и находятся в верхней панели инструментов под иконкой лампочки. Зажимаем левую кнопку мыши по иконке свет и выбираем самый первый тип источника света, который так и называется свет. Тут имеются и остальные источники света, но я уже говорил, что обо всех них мы поговорили в суперкурсе по Cinema 4D. Выбираем самый первый источник света под названием свет. Отлично. Мы видим, как источник света появился как в списке объектов, так и в окне вьюпорта. С помощью инструментов перемещения мы можем определить, откуда будет светить наш источник. Переместим чуть выше и назад наш источник света. Убедимся, что мы выбрали инструмент перемещения Move Tool. После чего мы переместим наш источник света вверх по оси Y. Отлично. И давайте по оси Z, она у нас синяя, чуть назад. Зажимаем левую кнопку мыши и отодвигаем. Великолепно. Ну что ж, дорогие друзья, мы видим, как в нашей композиции появился наш первый источник света. В атрибутах данного источника света, кликнув по источнику света в списке объектов, мы можем перейти во вкладку «Основные» в атрибутах данного объекта. И здесь имеется огромное количество настроек. Важными из них являются цвет и тип теней. Цвет выбирается просто кликом по цветному прямоугольнику, либо выбрав соответствующие параметры Red, Green и Blue, которые задаются либо с помощью цифр, либо с помощью бегунков. Но я предпочитаю выбрать источник света, просто кликнув по белому квадрату и здесь выбрав нужный источник света, просто-напросто определив палитру. Пускай будет вот такой. Великолепно. И сразу видим, как незамедлительно все отобразилось в окне вьюпорта перспективы. Великолепно. Идем дальше. Что касается типа теней, то тип тени зависит полностью от характера вашей сцены. Переходим в атрибуты объекта и видим, что здесь имеется тип тени. Давайте кликнем сюда левую кнопку мыши и что мы видим? Сейчас я сделаю окно больше. Что мы видим? Мы видим три типа теней. Мягкая, жесткая и поверхностная. Итак, самое важное, главное и основное, что надо знать, это, к примеру, если у вас сцена, где имеется город, и в качестве источника света солнце, то тут мы выбираем жесткие тени. Если в какой-то либо другой случае, пускай это будет картина, снятая где-нибудь в каком-то помещении, где имеется несколько источников света, то в других случаях мы выбираем поверхностная тень, либо мягкая. Мягкая от поверхностной отличается методом просчета и с помощью использования другого алгоритма просчета, повторяюсь, данного типа тени. Конкретные, как бы так сказать, примеры и различные свойства этих теней мы разобрали в суперкурсе по Cinema 4D, так что обязательно смотрим. Но я по молчанию всегда выбираю поверхностная тень. Она выглядит реалистичнее и качественнее. Также, перейдя во вкладку тени нашего менеджера атрибутов объекта, мы можем задать как прозрачность нашей тени, цвет тени, мы также можем задать точность прорисовки нашей тени. Чтобы увидеть и определить, как выглядит тень, можно сделать это, нажав клавишу визуализации рендера, которая находится в верхней панели инструментов, ровно посередине. Жмем на левую клавишу рендер текущего вида, и мы видим, как незамедлительно в окне перспективы, в окне вьюпорта, наша картина, она просчиталась и стала выглядеть намного реалистичнее. Мы видим источник света, он где-то здесь находится, видим блик, и видим, конечно же, тени. Давайте попробуем сделать вот что. Увеличим точность тени до, пускай будет 100, далее в основных, мы выберем, пускай это будет жесткая тень, и жмем клавишу визуализации в верхней панели инструментов. Мы видим, как тень стала жесткой, конечно же, это не то, что мы хотим видеть. Давайте посмотрим мягкую тень. Жмем клавишу визуализации, и мягкая тень выглядит тоже вполне себе неплохо. Но о том, как и в каких случаях применяются различные тени, я уже рассказал. Конечно же, о том, что такое рендер и визуализация, то, чем мы сейчас и показывали тип тени, я расскажу в уроке, ну может быть не следующем, но точно в этом мини-курсе. Окей. Вдобавок к элементам окружения, помимо света, можно отнести специальные объекты, которые взаимодействуют с сценой визуально. Например, бесконечный пол или глобальное небо. Они находятся под иконкой голубой сетки, которая находится следом за иконкой деформеров. Итак, зажимая левую кнопку мыши, мы видим здесь различные объекты, такие как небо, окружение, передний и задний план, режиссер, создать небо и земля. Так вот, объект, о котором я хотел еще поговорить, это объект земля. Давайте поместим его в наш проект. Зажимаем левую кнопку мыши по иконке с землей, и далее отпускаем ее, наведя на ту же самую землю. Теперь мы имеем бесконечный пол. Давайте удалим объект куб. Мы выделяем его в списке объектов, левая кнопка мыши, и жмем клавишу Delete. Теперь, если мы нажмем клавишу визуализации, то видим, что теперь пол у нас доходит до конца, и он у нас бесконечный. Великолепно. На этом все. Мы узнали, где находятся источники света, а также поняли, как создать базовые настройки, такие как свет и тип тени. Также чуть затронули объекты визуального отображения, такие как бесконечный пол, бесконечная земля. В следующем уроке мы поговорим о материалах Cinema 4D. Давайте начинать.